Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты и психологического здоровья снова с вами. И я, Ольга Буганова. Много было запросов на массаж мужчине, у кого есть обильный волосяной покров. Но сегодня у нас мужчина, наверное, не бывает и сильнее волосяной покров. Как ты считаешь, Матвей, у тебя волосяной покров обильный или нет? Жиденький. Но все равно он есть. И сегодня я покажу некоторые техники, которые можно использовать, если он достаточно обильный. Техники основаны на компрессии, на оттягивании мышц, на тракции, на окупрессуре, на точечном массаже. С чего начинаем? С разминания. Такие техники я очень часто использую, когда начинаю массаж камнями, мешочками, палками. Тоже можно использовать такие техники. Не больно? Надавливание легкие. Вытяжение. Конечно, каждому движению нужно уделять больше времени. И также главное медленно отпускаем. Еще раз показываю здесь более открыто. Зацепились и потянулись. Просто виснем на клиенте, как на турнике. Не нужно напрягать мышцы, просто повисли. Главное, медленно так же отпускать. Не нужно никаких рывков делать. Можно 3-4 раза и в конце еще несколько раз делать. Будет только плюсом. Такие вытяжения. Надавили основанием ладони, перешли к точечным надавливаниям по стопе. Я прошу прощения чувствительно. Давай послабее буду делать. Мне хочется не только показать, но и сделать качественно, глубоко. Будем делать послабее. Важно при точечных надавливаниях. Я тоже очень много раз повторяла, чтобы палец стоял под определенным углом. Угол надавливания вот такой должен быть. Вы должны видеть упирающую часть пальца. То есть он не должен стоять так, ровно, а именно под определенным углом, чтобы не травмировался сустав. Также сначала проходим основанием ладони. Можно начинать с одной ноги. Главное, чтобы большой палец был в стороне. Не такие надавливания. Всем весом. Здесь можно надавливать. Другое движение уже. Интерпретация этого движения, компрессии, смещение сустава. Чувствуешь, как сустав немного смещается? Расслабляет очень хорошо. Раскрывает сустав. И опять пошли с компрессией. Можно сочетать компрессию с оттягиванием мышцы. Важно работать весом. Вы полностью облокачиваетесь на клиента. Используете свой вес. Тоже можно такие движения использовать. Не больно? Угу. Используете свой вес. Угу. 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 Это можно делать и без полотенца, но через полотенце это намного удобнее. Похоже на тайский классический массаж, который делается в хлопчатобумажном костюме. Что с точками? По точкам тоже можно работать достаточно активно, разогревать сначала точку, место для воздействия, и потом надавливать. По-разному можно работать, можно медленно заходить, медленно выходить, можно с каждым счетом погружаться глубже. Погрузились 1, 2, 3, остались в этом положении и еще на три счета погрузились глубже и так же вышли. Осталось только выучить точки и по ним работать. Кто не знает, как работать по точкам, может как раз применять вытяжение, компрессию, оттягивание мышцы, раздавливание мышцы, компрессию. Как работать без полотенца? В принципе все то же самое. Если вы хотите работать по маслу, старайтесь брать очень большое количество. Чем больше волосяной покров, тем больше должно быть масла. Часто спрашивают, почему после массажа мужчине в зоне роста волос, где начинает расти волос, где основание волосяного фолликула появляется раздражение, красная точка. Из-за того, что мы делали массаж и небольшое количество масла, произошло раздражение волосяного фолликула. Из-за этого после массажа могут появляться красные точки. Поэтому берите большое количество масла. Мы не делаем массаж против роста волос, потому что они могут запутываться в узелки, как здесь произошло. Потом Матвей придется это все отрезать тебе. Поэтому делаем только по линии роста волос, по росту волос массаж, в направлении роста волос правильно. И делаем короткие движения, никаких длинных движений. Можно также делать костяшками, но движение должно быть коротким. Можно еще применять суставные техники сгибания-разгибания, как пассивная йога. Я не работаю в этих техниках, но они мне не зашли. Не по душе пришлись, поэтому я их в работу и не взяла. Мелкие движения, очень короткие. Нравится мне еще работать камнями горячими. Очень хорошо расслабляет мышцы, не требует каких-то сильных физических. Не дави, больно. Кажется, что я на релаксе делаю расслабляющий массаж. И про камни горячие, они очень силы экономят. Можно сильно не напрягаться. Вот такие движения, друзья, можно применять для массажа мужчинам с обильным волосяным покровом или, как Матвей сказал, с жиденьким волосяным покровом. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Пока, до встречи!